Назначение пенсии управляющей компанией уличные животные. Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую линию, на которой ответил на вопросы горожан. Звонков много, отключили холодную воду, протекла крыша. Управляющие компании не всегда справляются с обращениями горожан. Градоначальник планирует посетить дом 17Б по улице Берзина. Там ремонт не делали более 30 лет. Жительницы обращались с проблемой еще летом. Тогда Юрий Гришан с руководителями ведомств наметили фронт работ. Однако сейчас ситуация, по словам жительницы улицы Берзина, не изменилась. «Если там футбол опять, как уже замечание мне ЦУР делал, там переписка ненужная, департамент ЖКХ и государственная жилищная инспекция, если здесь такая же переписка, это руководитель будет наказан. Это обещание было дано действительно при выезде в июле этого года и управляющей компанией, и департаментом ЖКХ, какие работы будут сделаны до наступления зимы. Оказывается, дверь не поменяли, подъезд не отремонтировали, окна не застеклили. Поэтому будем разбираться». Прямую линию мэр Магадана проводит еженедельно по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. Телефон – 62-50-65. «Это Егор, смотрящий за солнечным. Ну, какой смотрящий такой район. И Владислав, вишенка на торте нашей команды. Я бы даже сказал – голубика. Э-э-э, да я не из этих. Может, хватит меня подкалывать?» «Слышь, я сейчас расскажу всем?» «Ну, рассказывай. Сейчас расскажу.» «Ну, рассказывай». «Хорошо. Недавно собрались у Егора попить пивас. Ну, понятное дело, друг у друга QR-годы проверили. Взяли, значит, ящик шпатана светлого. А Владик взял себе гараж вишневый. Ну, собственно, камин-аут состоялся, я считаю». «Не, ну а что он сладенький, такой прикольный?» «Ты сейчас климу сказал?» «Короче, пацаны, наша задача сегодня – покайфовать. Поэтому делайте, что хотите, главное, чтобы покайфовать». После двухлетнего перерыва КВН вернулся в Магадан. Городская лига прошла в Муниципальном центре культуры. Соревновались 8 команд – студенты и профессиональные КВНчики. Русь-батюшка – команда колледжа сервиса и технологии. Ребята рассказывают, что подготовка к игре у них заняла почти месяц. И вот компания веселых и находчивых уже за кулисами ждут своего выхода. «Ожидаем от этой игры, ну, как и все, в принципе, победы. Вот. Что по программе, ну, можно увидеть будет на сцене. Не раскрываем своих карт раньше времени». «Было очень сложно придумать миниатюры, сценки, чтобы это зашло в жюри. Но мы, как говорится, очень сильная команда. Мы собрались и приготовили очень интересное, забавное выступление». В этот раз вход был попригласительным, чтобы магаданцы не потеряли деньги, если игру отменят. Наполняемость зала – 75%. Игры КВН в Магадане проводят на протяжении многих лет. Их цель – развитие молодежи творческих способностей и раскрыть потенциал. Как отмечают организаторы игры для молодых команд, это шанс стать частью большого коллектива веселых и находчивых. «Ну, я очень сильно надеюсь, что ребята, которые будут играть сегодня в первый раз, они будут хорошо восприняты залом и решат для себя в дальнейшем продолжать заниматься этим замечательным видом творчества». Зал действительно хорошо принял ребят. И новички, и опытные КВНщики смогли завоевать внимание зрителя. В этот раз наградили всех участников. Лучшими среди студенческих команд стала сборная Северо-Восточного государственного университета. Среди взрослых – сборная микрорайона «Солнечный». «Чопер же – шутка для учителя». До семи лет в тюрьме может провести Магаданец за то, что он в течение трех лет избивал несовершеннолетних детей своей жены. На допросе он объяснил, что это такие методы воспитания. Они в его понимании правильные и эффективные. По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 года, по ноябре 2021 года, проживая в Магадане совместно со своей супругой и ее детьми, подвергал трех несовершеннолетних жестокому обращению и истязанию путем систематического нанесения им побоев. Своими имущественными действиями на протяжении длительного времени он причинял несовершеннолетним физические и психические страдания, а также телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники Следственного комитета по Магаданской области в отношении горе-воспитателя возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетних». Мужчине уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия его заключили под стражу. Двое несовершеннолетних детей изъяты из семьи и в настоящее время находятся в реабилитационном центре, где с ними проводят работу психологи. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшедшего, а также возможные факты совершения иных преступлений в отношении пострадавших детей. Допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Как пенсионеру вернуть деньги за проезд? Пожилые калмчане имеют право на получение компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР или офисе МФЦ. Также предоставить необходимые документы, паспорт, билеты, посадочные талоны при необходимости, справку о стоимости проезда. В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления гражданина уведомят о принятом решении. Сотрудники пенсионного фонда отмечают, подать на компенсацию нужно не позднее 20 декабря.